Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим расклад. Вы пока выбираете позиции. Так, голубой, красный, зеленый. Страх нового. Чего мы боимся? Почему мы боимся? Вот с этим мы сегодня с вами будем разбираться. Что-то я хотела сказать вначале. А, для новых подписчиков, во-первых, я вас всех приветствую. Во-вторых, хочу сказать, что помимо общих раскладов, которые вы видите, у меня есть еще и мини-ролики, которые находятся в определенных плейлистах. Это ролики, например, касательно беседки, где я даю какую-то информацию. Поэтому вы можете зайти, перейти на главную страницу моего канала. У меня абсолютно все ролики, как-то сказать, распасованы по плейлистам. Зайдите и посмотрите в плейлистах. Может быть, найдете для себя что-то интересное. Там, от АРО отдельно. И также я хочу сказать, что на этом канале, это мой основной канал, выходят расклады три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Чтобы их не пропускать, нажимайте на колокольчик. Я думаю, что он все-таки работает. И вам будет приходить оповещение. А в остальные дни, это значит, у нас получается вторник, четверг, суббота и воскресенье, у меня выходят расклады короткие, в формате только рук. На втором новом моем канале. Ссылка на него есть в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь, тоже смотрите. И так получается, что у меня каждый день есть расклады. Либо на этом канале, либо на втором моем канале. Это вот для тех, кто не в курсе. Вот. А мы с вами давайте приступим. Значит, работать будем на колоде Чака Спицано. Темные и светлые истории. На колоде Таро Темного Света. Я всегда обозначиваю колоды, с которыми я работаю, потому что я знаю, что есть коллеги, которым интересно. И на колоде Соул Карт. Вот. С такой обложечкой. Такие интересные карты. Эльтак. Отодвигаем эти две. И приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Почему вы не идете в новое? Сначала посмотрим. Да, может быть, это не страх, а может быть, что-то другое. Вот. И потом посмотрим, конечно же, и страхи. Сразу приступим. Почему вы не идете в новое? Ой, знаете, такое ощущение, что я хочу сказать, потому что вы мыслитель, философ. Покажу вам такую карту. Здесь, значит, человек сидит на горе, и вокруг него такой нимб. То есть он созидает. Почему вы не идете в новое? Да, потому что, знаете, больше, я бы сказала, вы, наверное, по своей природе теоретики, нежели практики. Вам, возможно, приносит больше удовольствия мыслить как-то, может быть, фантазировать о будущем, да, как оно будет, нежели воплощать его. То есть вы больше удовольствия получаете от того, что вы думаете об этом. То есть есть люди, которые наслаждаются в реальной жизни, а вы больше, я бы сказала так, ну, в виртуальной жизни. То есть вам это приносит какое-то вот наслаждение, знаете, так расслабиться, сесть, пофантазировать, как мы говорим, да, представить. А потом, когда вы это все в голове проживете, у вас уже нету необходимости проживать это все в реальности, да. Вы так это, ну, окей, я там, типа, побывал уже, зачем мне там снова быть, да, зачем мне туда идти. И отказываетесь, возможно, от каких-то идей, да, либо, ну, чего-то нового в своей жизни. Да, вы знаете, вы человек, который больше интровертен, направлен на себя, да, то есть вот это новое, оно как будто бы имеет отношение, чего бы оно ни касалось, внешнего мира. А вот вам как раз-таки приносит удовольствие ваш внутренний мир, да, то есть быть вот наедине с самим собой, погружаться вглубь себя и что-то делать во внешнем мире, да, как-то там преодолевать его, познавать. Вот для вас это не совсем ваше. Вот ваше – это то, что есть внутри вас. У меня такое ощущение, что вы относитесь к категории людей, которым самим собой не скучно, да, вот есть люди, которые бегут от тишины, есть люди, которые бегут от уединения. Многие, может быть, боятся одиночества именно как вот некую такую пассивность, бездейственность. А вот для вас это приносит удовольствие, вот побыть наедине с собой, насладиться, немножко расслабиться, может быть, о чем-то подумать, что-то вспомнить, да, как-то вот посозидать о жизни. Вот вам это приносит удовольствие. То есть если, допустим, в квартире тихо, есть категория людей, которым обязательно нужны какие-то дополнительные звуки, и так они чувствуют, что они не одни. Как правило, я не знаю, включаю телевизор, если у кого в наше время еще есть телевизоры, у меня просто дома нету. Так, знаете, вот чтобы что-то наговаривало, да, чтобы было вот ощущение присутствия человека, как-то вот неосознанно поступаем. А есть категория людей, которые любят тишину, да, вот когда заходишь домой, дома тихо, и вот как-то, знаете, хорошо, как будто бы вот тяжесть, уходит, и голова становится такая спокойная, и получаете наслаждение от этого. Поэтому вам ощущение того, что вот вам больше интереснее изучать себя, нежели, то есть все, что находится внутри вас, нежели то, что находится вне вас. Вот, поэтому вы у меня такие, знаете, выходите в позиции наблюдателя. Вот если даже что-то происходит, это, как, знаете, предпочитаете наблюдать, допустим, за работой другого человека. Не то, как вы работаете. Есть категория людей, которым нравится самостоятельно что-то брать, что-то делать. А вот вы, скорее всего, относитесь к той категории, которым нравится наблюдать за теми, которые работают, да, что-то делают, воплощают. Вот, давайте посмотрим теперь, если все-таки есть страхи, да, какие. Причем в колоде, по-моему, это колода счастья, либо успеха, не помню, как она называется. Метафорическая, да, по-моему, оракульная даже колода. Чака Спи Цана, она разделена на две категории, темные истории, да, и исцеляющие, светлые истории. Вот мы посмотрим и то, и другое. То есть не всегда, поскольку мир-то дуален, не всегда мы можем бояться только чего-то негативного, да. Возможно, мы боимся чего-то позитивного. Поэтому смотрим, да, что, две карты я вытащу, негативного, да, вы боитесь, что вас останавливает. И посмотрим также две карты на то, что, может быть, есть что-то позитивное, что вас останавливает. Так, почему вы, да, вопрос надо было, почему мы не идем в новое, чего мы боимся. Вот смотрите, я надеюсь, меня слышно. Так, просто я тихо говорю, что мы темного боимся. С одной стороны, выпадает, значит, карта, которая называется «Сирота», и другая темная история, которая называется «Бунт». Я вот начну с «Бунта». На самом деле вы такой, знаете, человек, хочется сказать, человек-гора. Даже не просто гора, а вулкан некий. Когда, знаете, вот внутри вас кипят вот эти вот энергии страсти, но вы предпочитаете не извергаться, да, то есть как вулкан не извергаться, потому что тогда вы становитесь очень опасными, как для себя, так и для других людей. И вы это осознаете. И поэтому в новое вы, возможно, не идете. С одной стороны, потому что боитесь какого-то сопротивления, боитесь непринятия, да, то есть, возможно, вы что-то сделаете и столкнетесь с какими-то препятствиями. Но здесь препятствия, знаете, не в плане того, что, например, как в бюрократе, да, то есть вы сдаете куда-то документы, вот, и сталкиваетесь в бюрократе, вам говорят «Принеси этот документ и эту бумажку» и так далее. То есть вот такие сложности, они вас не пугают. Скорее всего, сложности непосредственно связаны с людьми. У меня ощущение того, что вы как будто бы боитесь больше реакции людей, да, что вот вам хотелось бы то новое, в которое вы бы пошли, чтобы в нем не было сопротивления от других людей, чтобы не было, возможно, осуждения, то есть чтобы не было конфликтов. Вы тот человек, который не любит конфликты и избегаете. Поэтому любое новое, в котором не надо никому ничего доказывать, не надо ни с кем бороться и ни с кем не сопротивляться, вот в это новое вы идете. То есть если вы идете, например, я не знаю, изучаете, к примеру, продажи, и вот вам нужно изучить систему, да, как это все будет происходить, то вот это вот новое в плане познаний, оно вас не пугает. Оно вам даже больше нравится, знаете, как вот погружаться, раскрываться, вам это будет интересно. Новое же, где связано, например, допустим, вот как я, да, выкладываю ролики, и есть реакция людей, комментарии. Вот здесь в такое новое, допустим, если вы начинающий таролог, вам будет сложно пойти. Почему? Потому что это вас будет пугать. Потому что вы не знаете, как вам справиться с реакцией людей, например, если будут писать хейтеры, да, то есть насколько это будет сложно вам. Либо если вы устраиваетесь на новую работу, то вы не боитесь с вашими полномочиями, да, то есть справиться. А у вас есть сопротивление от людей, что вдруг вам будут ставить козни, вдруг вы, даже не то, что вдруг, а в новом коллективе вас могут не принять. И вот это вот даже, понимаете, нежелание изначально как-то себя ставить, выстраивать какие-то границы вот для вас, это очень болезненно. Потому что здесь вопрос границ тоже присутствует. Вам, знаете, с одной стороны вам неприятно, когда переступают ваши границы, а с другой стороны вы как будто бы не совсем способны дипломатично отстаивать свою точку зрения. То есть у вас есть крайность в этом плане. Либо я ухожу, либо мне проще, знаете, как-то вот высказать, ну, хочется сказать, морду кому-то набить, да, и на этом успокоиться. То есть вот здесь какая-то такая достаточно агрессивная энергия. А поскольку вы осознаете свою мощь и силу энергетическую, вы понимаете, что любой конфликт, он в первую очередь разрушает вас, то есть эмоционально, да, вы очень долго потом восстанавливаетесь после каких-либо ссор. Плюс ко всему это энергетически влияет и на других людей, и в первую очередь на вас, что это разрушает. Поэтому ваша энергия, именно неумение управлять ею через негативный аспект, вот это вот бунтарство, как некое такое сопротивление от внешнего мира, это вас останавливает. Поэтому вы изначально, вы относитесь к той категории людей, которые семь раз отмерят, один раз отрежут. И вторая карта у нас выпала, значит, сирота. Вот здесь ощущение того, что, знаете, как будто бы нету не то чтобы единомышленников. Здесь вы такие люди, которые, с одной стороны, являетесь первопроходцем в каких-то, возможно, знаниях, в каких-то взглядах своих на жизнь. И вы понимаете, что путь первопроходца, он одинок. А иначе вы бы не назывались пионерами. А с другой стороны, вы это осознаете, а с другой стороны одновременно у вас бывают такие моменты, вас накатывает на то, что нету людей, которые бы меня поняли, нету людей, которые бы меня поддержали. Как говорят астрологи про водолеев, это люди, которые живут на сто лет вперед. И вот с одной стороны, эти люди, они должны как-то вот проталкивать, как-то свою информацию доносить. И ясное дело, что она не будет приемлема, потому что она изначально не похожа на ту информацию, которая присутствует. То есть она может восприниматься в штыки. Но у каждого человека, да, есть свои какие-то, свой какой-то путь, который он должен пройти. И вот это вот ваше ощущение ненужности, оно тоже может здесь быть неким таким препятствием. То есть ощущение того, что то, что я говорю, либо то, что я делаю, люди не готовы принять. Плюс ко всему вот это вот моменты, да, бунтарства, что я столкнусь с сопротивлением. И здесь как будто бы вот это вот, знаете, усталость. Я устал кому-то что-то доказывать, я устал сопротивляться, и как-то продвигать, пробивать. Вот, поэтому ссорь за выражение, ну его нафиг, да, мне типа и так хорошо. А внутри есть вот это вот все-таки желание, ну то есть, а что я буду делать тогда, да, если я не буду все-таки продвигать. Вы понимаете, что вот этот ваш внутренний червячок, он не дает вам покоя, он все равно будет говорить, иди, иди дальше, иди, ты нужен. Вот, и вот здесь вот эта вот бесконечная дуальность, бесконечные сомнения, надо, не надо, надо, не надо, вроде бы я и хочу, но то, что я хочу, то, что я делаю, это не совсем воспринимается, понимается людьми, и вот, и тогда зачем я это делаю, и вот здесь вот это вот, сталкиваетесь, я бы сказала, опять-таки помним первая карта, да, созидателя-мыслителя в голове своей с некими такими сомнениями, которые вас останавливают. Ну, то есть здесь такая, знаете, работа, как будто бы ощущение того, что ваш мозг, ваша голова, это как будто бы ваша вторая некая личность, которая живет внутри вас, она даже не субличность, а личность, и вот вам нужно договариваться, договариваться с самим собой, давай пойдем, да, то есть бесконечные эти беседы, потому что вот есть разъединение в вашей голове по поводу того, что надо, не надо, но однозначно здесь страх людей. Так, это, что касается темной, да, но у нас же есть еще и светлая сторона, которой мы тоже можем бояться. Так вот, то, что вы боитесь в светлой стороне, то, что вас может останавливать в новом, это то, что, карта называется чудо, да, то, что может случиться чудо. Что может случиться как чудо? Что вы можете получить то, что вы хотите. У вас мощная энергия. Вы на свою энергию притягиваете то, что вы хотите, поскольку здесь есть страх вот этого чуда, да, то есть что такое чудо? Чудо это то, что имеет свои причинно-следственные связи, это то, что соответствует законам мироздания, но люди, как говорится, не посвященные, не понимающие в кавычках невеже, это не потому, что они глупые, а потому, что у них не хватает знания, не хватает информации, воспринимают это как чудо, как некое волшебство, что оно уже случилось само собой. Само собой ничего не происходит, да, как фея взмахнула волшебной палочкой, золушка превратилась из неряхи в прекрасную деву. Вот это вот превращение в волшебство, оно не случается просто так, да, это не случайность, это закономерность. Так вот, непонимание причинно-следственных связей, это вот как раз таки есть это чудо. В данном случае, почему я вам это объясняю? Потому что здесь на вашу энергию, на вашу силу мысли вы можете создавать, что вы хотите. И вот вы как раз таки это осознаете и боитесь этого, то есть я вот пойду в это новое, и в этом новом я столкнусь. Внимание, я говорю про позитивные ключи, я не говорю о том, что вот я пойду и меня там будет обижать, и это действительно так случалось. Нет, это негативное спять. Я говорю о позитивном. То есть, например, вы хотите быть счастливым человеком, это ваша внутренняя потребность, но вы знаете, что если вот вы будете счастливым человеком, тогда, ну как минимум, вам нужно будет отказаться от того, что можно как-то вот поплакаться, поныть, да, понегативить малость, потому что, ну это не сочетается с счастьем. А я привыкла, а я хорошо, мне хорошо с этим, то есть я получаю какую-то вторичную выгоду тогда, когда я могу пожаловаться. А когда человек счастливый, ну ему жаловаться не на что, да, как говорится, грех жаловаться. И вот здесь вот это вот понимание, да, где-то на подкорке вашей, здесь это вас пугает, что то, что вы хотите, например, я хочу найти там себе партнера, который бы меня понимал, и вы знаете, что это может случиться, но вот само вот это вот знание чуда, оно вас пугает, то есть, ну окей, я найду, и что тогда? Почему? Потому что сам процесс поиска, он вас наполняет, вы люди, процесса, не результата. Результат это вот, ну я счастлива, а что потом? В чем интерес, да, в чем фишка? Непонимание, потому что нету еще такого опыта, да, быть, допустим, счастливым человеком, то есть, как живут счастливые люди, ощущение того, что когда ты счастлив, это пик, да, дальше ничего нету, то есть, возможно, дальше будет спад, и вот страх вот этого, он останавливает. Другой, другой момент, у чего боитесь, да, была карта Божьего Учителя, безусловно, с теми знаниями, которые обладают единички, по крайней мере, люди, которые выбирают первую позицию, для меня это вот такие, знаете, мудрецы, философы, вот, возможно, даже и древние души. И вот здесь вот этот божественный учитель, да, страх, потому что в учительстве, в умении передавать информацию, заложена огромная ответственность, да, то есть это не только то, что ты говоришь, а это то, какое влияние ты осознаешь, да, какое влияние ты имеешь на других людей. А вот здесь вот с этим как раз-таки связан может быть и страх. Поэтому позитивное это то, что я хочу, вдруг оно случится, то есть оно потом случится, а что я с этим буду делать? Вот, то есть когда негативно, да, понятно, мы все привыкли, все живем в негативе, надо сражаться, надо там чего-то достигать, чего-то добиваться, а когда ничего не надо делать, в принципе, это очень созвучно вам, вашему состоянию, как тогда жить, да, то есть что-то, что-то потом надо менять, а я не готов, здесь, ну, нету, нету же необходимости что-то вам менять, то есть вас устраивает все так, как есть, даже то, если вдруг вам чего-то не хватает в жизни, вот, а люди всегда чего-то не хватает, то здесь проще об этом думать, как-то созидать, ну, понимаете, здесь какое-то внутреннее удовлетворение от того, что я не имею, но я об этом думаю, например, я не имею, там, я не знаю, дом своей мечты, но вот это вот, знаете, идея, мысль о том, что вот, вот если бы был, я бы вот так жил, я бы вот так поступал, там, я не знаю, в огороде бы копался, цветы сажал, я бы там пешком ходила, если у меня был велосипед, я бы, например, там, ездила, там, в лес, если бы еще что-то, ну, вот как-то на проселочной дороге, как-то бы стоп, вот мечты об этом, они вас наполняют, если бы у вас вам дали сейчас эту возможность, вы бы от нее отказались, почему, потому что, не знаю, нашли бы кучу отговорок от того, что это не делать, в принципе, да, я рассказала основные моменты, но давайте посмотрим на Таро, почему вы не идете в новое, есть ли еще что-то, ну, вот Аркан Повешенный, который подтверждает то, что я говорила ранее, вы, знаете как, не идете в новое, потому что вам легче и проще себя ограничивать в чем-то, чем идти и получить, даже не идти, а иметь то, что вы хотите, Аркан Повешенного говорит об ограничениях, знаете, о каких-то страданиях, болях, вот в этом есть вторичная выгода, да, то есть мне нравится страдать, например, люди, которые болеют, если, и говорят о том, что я хочу быть здоровой, вот элементарные доказательства, и вы можете на себе проверить это, попробуйте в течение трех дней вообще не думать о здоровье, да, и либо просто понаблюдайте, мы все говорим о том, что, ой, у меня что-то там, ну, горло заболело, либо, я не знаю, что-то живот вздулся, да, например, после еды, либо там голова как-то разболелась, мы постоянно говорим о своем нездоровье, мы на это можем даже не обращать внимания, и, но мы все, да, как будто бы хотим быть нездоровым, нездоровым, это вот наши такие установки, сценарий, и боли и страдания, это не то, что у нас заложено, а это мы выбираем, и если мы не хотим страдать, нам нужно очень много работать над своим наблюдением за собой, для того, чтобы что-то поменять, для того, чтобы поменять мышление, это не значит, что там прям 20 дней, да, 21 день наблюдать, чтобы выработать новую привычку, нет, здесь просто надо, мы получаем, признать тот момент, что вот от своих каких-то страданий, от своего какого-то, ну, вот, самопожертвования, ограничения, мы от этого тоже получаем какую-то выгоду, вот здесь про это, что еще, что еще, ну, королева мечей, как раз говорит о том, что, в принципе, вы все прекрасно сами знаете, понимаете, да, с проницательностью, у вас все хорошо, и с осознанием, но вот вы выбираете именно такой путь, нет у вас желания меняться, почему, потому что вы здесь вот прям по аркану справедливости, вы осознаете, вот законы правила, да, мироздания, что посеешь, что и пожнешь, то есть, здесь даже, понимаете, здесь у вас не стоит задача жить как-то, вот знаете, по справедливости, а скорее всего, вы больше получаете удовольствие от разносторонних взглядов на ту или иную ситуацию, то есть не само счастье как таковое, да, к примеру, а способы, как можно его получить, вот эти вот всевозможные способы, вы их не реализуете на практике, потому что вам интереснее это делать в голове, то есть у меня такое ощущение, что вы склонны, знаете, быть неким таким архитектором, который создает, рисует чертежи, нежели строителем, который строит, в этом нет ничего плохого и хорошего, как я всегда говорю, потому что, ну, мир неоднозначен, это, так скажем, одна из ваших характеристик, да, либо как черт вашего характера, и поэтому, когда иногда мы злимся на себя и говорим, почему я не иду в новое, здесь вам не надо расстраиваться по этому поводу, а просто понять, что вам не хочется этого, да, то есть иногда надо принимать то, кем мы есть на данный момент, то есть не ругаться на себя и говорить, ну, там у меня не получается или еще что-то, а просто подумать, в чем выгода, а ваша выгода не в том, чтобы кем-то стать, понимаете, вам сам процесс приносит удовольствие, вот это вот рассматривание ситуации со всех сторон, вот такая вот у меня была первая позиция, единички пишите, переходим к позиции номер два, красненькому камешку, двоечки, в одной карте я вам буду смотреть, смотрим, почему вы не идете в новое, вообще, не о страхах, а вот в новое, да, какое бы оно ни было, ваше новое, почему вы не идете, у меня такое ощущение, что вам не хватает здесь какой-то информации, да, вам не хватает понимания, как это можно сделать, вы скорее всего тот человек, который привык, как-то знаете, интуитивно идти, и вам необходимы какие-то знаки, да, вот какой-то, чтобы кто-то вас ввел, я не имею в виду, это обязательно людей, а может быть, какой-то внутренний голос, либо какой-то знак, какая-то подсказка, вы на это больше делаете опору. Здесь ваша причина, она связана, знаете, как-то с бессознательным, если в первой позиции у меня прям логики, логики такие, да, то здесь наоборот, я бы сказала, больше люди интуиты, вы либо подождете нужное время, либо как-то, у меня больше идет с медитациями, да, как-то это связано, либо с каким-то видоизмененным состоянием, вот именно в этом состоянии, когда вы подключаетесь к своему бессознательно, бессознательно, неосознанной области себя, вот оттуда вы как будто бы черпаете информацию, и если вы эту информацию не получили, то вы в новое не идете. Так, смотрим, темные аспекты и страхи, да, как здесь, что нам расскажут, есть ли какие-то страхи по поводу того, что вы не идете в новое. Так, ненависть и вина. Ну да, двойки у меня всегда люди чувствительные, ранимые, нежные такие, отзывчивые, сочувствующие, сопереживающие, и вот этого чувства вины, это, как бы сказать, то ваше уязвимое место, на которое иногда наступают люди и пользуются вами. Поэтому, куда бы вы ни пошли в новое, например, хочу переехать, сразу вот эта вот мысль, может быть, родители говорят, куда ты уедешь, нас оставишь, а как мы будем? Да, либо ваше, например, желание пойти на новую работу, а ребенок там вам говорит, и что, я буду весь день один сидеть, да, как, мне надо уделять время. Вот здесь вот чувство вины. И вторая карта, это ненависть. Вот вы как будто бы боитесь этой ненависти. И здесь вот у меня всегда в двойках очень сильная связь с вашей семьей, с вашим наследием, с вашими генами. То есть, здесь на вас вот именно семейное гнездо имеет большое влияние. Это не только родители, там, бабушки и дедушки, это могут быть двоюродные, там, сестры, братья, тети. Такое, знаете, большое, большое семейство. и какая-то вот клановость, что ли, принадлежность к чему-то, я не знаю, может быть, принадлежность к какой-то группе людей. И вот страхи, вот именно из-за ненависти, да, что меня не будут любить. И, ну, вот здесь вот сразу детские, да, эти сценарии идут, как раз-таки, вот выслуживаться, да, что-то сделать. Но ощущение того, что вы такой, знаете, чистый кристалл, который в темных каких-то руках является предметом манипуляции, да, как показывают там в голливудских фильмах. Есть ребенок со способностями, и вот им управляет для того, чтобы достичь какие-то свои цели. А ребенок, не понимая, не осознавая этого, является инструментом в чьих-то руках. Вот здесь вы не идете в новое, как раз-таки, по причине того, что боитесь быть нелюбимым, быть нехорошим, и вот чувство вины, ну, прям вот не очень хорошее. Ну, это вот детское такое. А вы, в принципе, в душе так и остались ребенка. Поэтому вам нужно, чтобы пойти в новое, нечто большее, поскольку у вас есть связь, вот, знаете, с высшим силом, с тонким планом. Поэтому вы и опираетесь на свое бессознательное, что вот если вот эти вот знаки свыше, они будут сильнее и более убедительны, чем какие-то вот такие земные понятия и связи, то тогда я пойду. Что есть из светлых моментов, да, чего, что вы боитесь, чего вы боитесь? Дружба и освобождение. Вот смотрите, вас может не останавливать недружелюбие других людей, недоброжелательность других людей, вы не идете в новое, либо вы боитесь здесь потерять дружбу с каким-то человеком. То есть, если здесь какая-то конкретная у вас ситуация, то и вам надо, например, выбирать интересы другого человека, потому что он важнее для вас в плане дружбы, то есть дружба как ценность, она для вас имеет значение, очень важное. То вы выбираете, знаете, как-то вот лишать себя во имя дружбы. Там, я не знаю, например, две девушки, и им понравился один парень. И вот одна из девушек, значит, ну, ваша подруга, да, будет говорить, ну, уступи. Вот вы тот человек, что во имя дружбы, во имя дружбы с ней, вы уступите, да, то есть вы выберете отдать этого парня, да, то есть наступить себе на чувство, чувством на горло, и отдать предпочтение подруге, да, чтобы вот подруга была с этим парнем. Вот здесь вот, что-то такое. С другой стороны, вы, карта освобождения, вы как раз-таки боитесь быть вне, вне какой-то системы, да, вот тут я говорила, семейная, да, система, семейный эгрегор, либо принадлежность к какому-то обществу. Вот пока вы находитесь рядом с кем-то, знаете, вот эти вот новомодные выражения, быть за мужем, да, то есть за мужчиной, а для вас это немалозначимое слово, то есть вы, такое ощущение, что когда я буду самостоятельной, вы не относитесь к той категории, знаете, женщин, которые, например, бизнес-леди, я хочу быть самостоятельной, независимой, нет, вас вполне устраивает быть и за кем-то, да, как серый кардинал. Почему? Потому что вот это вот освобождение от влияния чего-либо, оно вас страшит, то есть вот, как это, свобода и самостоятельность, это вас пугает, то есть как, например, я пойду в свободное плавание и создам свой бизнес, вы предпочитаете, например, выбирать работу на другого человека, вот, нежели самостоятельно, не потому что вы плохой работник, да, и не справитесь, а потому что вот ответственность собственного бизнеса, да, там где-то рисковать, где-то находить новые контакты, общаться с другими людьми, вас это все будет страшить и пугать, то есть вам проще пойти на готовую работу, вам дадут обязательства, вы их выполните и за это получите работу. Это опять-таки не хорошо, не плохо, я никогда не осуждаю, я просто говорю, как вам проще, как вам комфортнее, как вы устроены. И вот это вот любое освобождение, ощущение внутренней свободы, оно предполагает ответственность, и вам вот эта вот ответственность, ну, то есть представьте, вот вы полностью свободный человек, вы можете делать что хотите, как хотите, хотите идете на работу, хотите не идете на работу, вы, к примеру, выбираете, я не буду ходить. В какой-то момент вы понимаете, что у меня есть потребность, я хочу есть, а на еду мне нужны деньги. вот что мне делать и вот это вот вся ситуация она вас будет очень сильно напрягать а вот это вот ответственность а когда вы например замужем вы понимаете что мужчина принесет деньги мы сходим магазин купим я приготовлю и вот это своего рода такая знаете безопасность для вас даже если вы например работаете на своей работе понимание того что мне знаю 15 и 30 там аванс и получка зарплата меня это все устраивает так представляете же работать на себя а вдруг меня не будет клиентов да а вдруг это то есть вот это вас будет все пугать и поэтому в новое мы не идем когда мы ощущаем полностью свободными разнокравенство ответственность вот это вот вас вы такой знаете достаточно мягкий человек это опять-таки дайте для кого-то это может показаться что плохо что такой бескребетный а я предпочитаю говорить о том что если есть определенный характер человека он для чего-то нужен вот для вашей души это был вашим выбором если вам нужно быть за кем-то выбираете просто для себя получать удовольствие то есть неважно что мы делаем есть у нас там чувство вины если есть чувство вины получать удовольствие если там есть страх что меня будет ненавидеть вот просто получать удовольствие если вы не можете что-то изменить своей жизни научитесь получать от этого удовольствие почему я так говорю потому что это занимает большее время вашей жизни если мы акцент делаем на то что например постоянно переживаем волнуемся то наша жизнь наполнена этим если мы переживаем но мы делаем это с кайфом то наша жизнь будет больше степени наполнена кайфом не важно от чего важно чтобы вам от этого было хорошо так и давайте посмотрим на таро может быть здесь есть некое такое дополнение почему вы не идете в новое помимо того что я уже сказала выпадает смотрите десятка педагли карт стабильности карта семьи карта финансового благополучия комфорта потому что у вас ценность такая вот ваша ценность есть люди с разными ценностями с разными приоритетами ваш приоритет это семейности это здорово на самом деле если допустим вот первые позиции я могу предположить что это люди с ценностями больше индивидуалисты да то есть им хорошо и одним жить они от этого кайфует вам без парности будет очень тяжело вы им причем не просто иметь парность так вы возможно если не имеете много детей то в мечтах всегда было иметь много иногда в комментариях читаю когда женщина пишет у меня там шестеро детей семеро я восхищаюсь потому что для меня это героизм это не только родить этого ребенка это воспитать этому каждому надо время это а ты лишаешь себя я как индивидуалист когда и эгоистка лишать себя своего собственного времени там я не знаю что почитать что-то изучить ты посвящаешь это детям это действительно героизм для меня ссори готова блочить вот и здесь получается то что для вас ценность это стабильная понятная такая знаете вот хочется сказать женщины прирожденные быть женой и это классно это здорово потому что возможно в этом воплощении вам нужно познать прелести как прямом так и в переносном понимании этого слова со всех сторон семейность то есть вот семья большая семья каково это вот эта ценность для вас стабильность на комфорт уют это то что вы можете дать это то что вы можете подарить и возможно это просто необходимо вашей душе в этом воплощении поэтому наслаждайтесь этим как как бы трудно сложно не было что еще почему вы не идете в новое ну вот как раз ки аркан звезды и здесь и выпадает как путеводная звезда для вас это очень важно вот эти внутренние отклики имейте ввиду не просто здесь иногда вот ваши чувства вины она может выходить как некое такое бездействие да вот я ничего не делаю и вот это вот начинает вас поедать изнутри вы должны понять что возможно вы те люди которым не надо самостоятельно что-то искать куда-то идти а вам нужно при взаимодействии с миром больше обращать внимание на вашу реакцию вот допустим вам предложили какую-то работу есть у вас отклик внутри или нет то есть если есть туда я пойду если нету какой-то негативный то не надо это вот то что я говорила про интуицию которого двоек очень хорошо развита вам вот вас действительно ведут по жизни и вам нужно научиться слышать этот ваш внутренний голос не 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 инициировать что-то а именно вот вашей пассивности быть в расслабленном состоянии для того чтобы уметь услышать внутренний отклик на то или иное действие вот это вот очень важно для вас то есть не вините себя например что вот я долгое время не могу найти какую-то там я не знаю работу вам нужно научиться расслабляться для того чтобы услышать свой внутренний голос на как как реакция на какое-то предложение причем это не обязательно что вам человек придет а может где-то какую-то информацию услышите какой-то работе и тогда вам нужно будет действовать то здесь очень тонкий очень важный момент по аркану звезды для вас важна чистота вы тот человек который я выпала девятка кубка вы тот человек которому очень сложно поступаться с совестью то есть вот именно чистота ваших намерений ваших побуждений она имеет по аркану звезды и именно чистоту души вам важно придерживаться этого и если вдруг вот это вот новое она не соответствует каким-то вашим ценностям да то что мы говорим но несовестно это да ну неправильно да возможно эта работа будет приносить больше денег но там я не знаю мне придется обманывать да например людей там продавать им то что не является так на самом деле вы это понимаете вы это осознаете вам сложно будет согласиться на такую работу она будет вас съедать вот это вот чувство вины она будет вам показывать что не тем ты занимаешься да нет вот этой вот частоты душевной нету ты этот свет свой внутренний гаснишь гасишь и вот вам как раз таки то что я говорила по девятке кубков нужно получать удовольствие наслаждаться для вас это важно быть вот в этом знаете хорошем расположение духа как можно больше это не про позитив а это такая знаете такое фоновое расслабление когда хорошо когда меня ничего особо не тревожит когда я бессмысленно не растрачиваю свою энергию на какие-то переживания на разные разные разного рода эмоции которые мне не совсем нужны вот здесь для вас это очень-очень важно такая была у меня позиция двоечки самом деле знаете люди смотрят примерно одни и те же и ты уже понимаешь психотип человека по позициям до которые выбирают ну иногда конечно же они меняются но если посмотреть в общем я всегда удивляюсь абсолютно разные люди смотрят меня с каким огромным не знаю потенциалом какими-то качествами да своими особыми с харизмой темпераментами это очень-очень удивительно так переходим к позиции номер три зелененькому камешку нет так далеко я не увижу сколько там времени все время смотрю и все время в надежде того что далеко камеру ставлю что я увижу троечки смотрим почему вы не идете в новое знаете такая позитивная карта здесь я вам ее покажу она мне почему-то напоминает знаете выражение такое о боже да ну когда то есть мы видим здесь человечка которые смотрят так как я это вижу да как будто будут на это солнце оба улыбается да и вот мне вот это почему-то напоминает знака вопроса почему почему да но когда же так он на руки раскрыла и смотрят вроде бы улыбается вот такое ощущение что вот небеса как будто бы смеются типа и какой новой да я тебе уже все дал все что можно было ты это как-то не видишь не замечаешь и вопрос не не в на что мы не даем а вопрос тебе почему ты не замечаешь почему вы не идете в новое не знаю такое ощущение чтобы здесь как-то что-то трепетно бережно охраняете знаете очень позитивные карты выпали прям с улыбкой нету грусти нету какого-то негатива да где-то может быть иногда бывают такие моменты когда вы оглядываетесь в прошлое вот но здесь ощущение того что вы как будто вы хотите соединить соединить голову и сердце узнать когда есть согласие и того и другого тогда я пойду а как правило вот у меня ощущение что вы хотите соединить землю и небеса вот как-то две какие-то это не противоположные вещи а они у каждого своя функция да вот ума функция например сбора информации и анализа это вот одна задача у сердца больше акцент скорее всего на ощущение да на чувства это абсолютно разные они не противоположны у них просто разные задачи и вот здесь вот у меня такое ощущение что вы не идете в новое потому что вы хотите что-то соединить причем не противоположное а то что имеет разные задачи это знаете это вот мы как как будто бы вы их сравниваете двух своих детей либо вы сравниваете вот два пальца на например либо пять пальцев нельзя сказать что вот мизинец он какой-то вот но не нужны и потому что в отличие например как от большого пальца либо указательного другая задача да по это по этот палец вообще по-другому работы но вот если его не будет да он тоже нам будет не совсем удобно не совсем комфортно все равно выполняет какую-то свою задачу вот здесь вот ощущение того что вы хотите как будто бы соединить вот все воедино да как у нас пальцы на руке чтобы все было и только тогда я начну что-то делать но у каждого из того момента да либо я не знаю ситуации либо каких-то качеств характеристик что-то свое и его невозможно заменить на что-то другое вы хотите какого-то такого единения вот чтобы знаете и голова например была согласна ну то есть логически я могу определить и сказать что да мне это подходит и тогда я иду в новое и чтобы сердце было согласно здесь вот возможно нету нету соединение нету примирение внутри вас да нету согласия чего что либо чего негативного вы боитесь в том новом да почему у вас это новое страшит что именно в новом вас страшит так быть использованным и контроль ну сразу да мы боимся вот он вам ум выходит да я я хочу чтобы был союз между умом и сердцем ум нас воспринимается как некий такой контроль да то есть я хочу чтобы вся задача была понятная чтобы мне все было известно все было понятно знаете как тем если есть какие-то неизвестные неизвестные единицы в той ситуации либо в том будущем которым вы рассматриваете вам сложно будет туда пойти вот ощущение вот этого солнышка да вам все должно быть известно вам все должно быть понятно но если есть какие-то такие знаете не проясненные моменты например по устраивайтесь на работу да и вам говорят зарплата будет хорошая да в конце месяца все вот если вам неизвестны суммы и неизвестно какого числа то вам эта ситуация она будет но не будет подходить потому что вам не все проявлено вот лунные состояния они вам дискомфортны непонятны вам должно быть всегда все понятно потому что так я могу прочитать так я могу включить свой мозг контроль для вас важно контролировать ситуации потому что вот довериться непонятно чему как аркан шута шагнуть вот в эту неизвестность это для вас равно смерти как это довериться кому-то так то есть как я могу что-то кому-то делегировать мне принесут не то то есть если допустим посылаете кого-то я не знаю своего ребенка либо там мужа в супермаркет сто раз даете указу указывающие моменты да вот я тебе написал что если мне надо огурцы то огурцы должны быть маленькие ровненькие вот такого цвета вот обязательно чтобы это было 700 грамм не не надо 750 да то есть вот здесь вот такие указания постоянно все время контроль и вот потому что мне надо что все было известно что все было понятно тогда мне безопасно то есть вот здесь вот вопросы безопасности и моменты и момент быть использованным это вот как раз таки вопрос доверия сразу могу сказать здесь доверие проходит не доверяю да почему потому что если я не контролирую ситуацию эту ситуацию как будет контролировать меня и тогда мной могут попользоваться а я не хочу это возможно в прошлом у вас был такой опыт и вот прям как говорится да обожглись я я уже больше не хочу так поэтому момент вот это вот ощущение знаете здесь еще проходит моменты предательства что я тебя доверял либо тебе доверяла а ты меня предал и то есть это может быть и в дружбе это может быть и в партнерстве да кто-то кого-то кинул поэтому здесь ощущение того что я больше доверять никому не буду потому что вам вот это знаете чувство момент какой как он связан с контролем я доверился и меня допустим обманули до меня кинули и вот это вот ощущение меня использовали она у вас воспринимается как что я дурак либо что я дура я не могла это увидеть знаете вот вы как будто бы слишком требуете многого от себя и не желаете совершать ошибок и для вас вот эта вот ошибка это как будто бы не признание вашего интеллекта до что то то что я говорила по аркану шута почему-то у меня здесь проходит да в плане того что я не хочу быть дураком я не хочу быть вы смеемным потому что я я умный я только знаете как будто бы тот над глупцами могут смеяться только они могут совершать какие-то ошибки здесь ощущение того что в детстве были слишком высокие требования да например к шестилетнему ребенку он должен был уже там я не знаю как минимум в уме не просто считать а может быть и какие-то к комбинации математические проводить да то есть вот в голове возможно не разрешали на пальцы считая надо было сразу в уме вот у меня такое чувство что вы как некий такой компьютер в который закладываю эту информацию вы должны сразу выдавать готовые готовое решение то есть нету каких-то поправок да то есть любая ошибка это как будто бы знаете здесь ответственность проходит очень сильная она будет вызывать у вас страх смерти вот такое ощущение как-то рассчитывают космический корабль в какое время его надо запустить и не дай бог там на на долю секунды ошибетесь градусом и он тогда не сможет совершить как-то свой полет вот здесь у меня какие-то такие ассоциации идут поэтому вопрос быть использованным не столько что я как-то ну со мной не очень хорошо поступили это как будто бы вторично а первично что я не позволяю себе ошибиться потому что я умный я я не имею права знаете какое ощущение что вы возможно хорошо ориентируетесь на местности и вот как будто бы вам говорят на тебе компас вы отвечаете зачем мне компас я и так понимаю да то есть я ориентируюсь там по звездам по луне по своим каким-то ощущениям и вдруг вы как-то забрели не туда куда надо и вот вот это ваша внутренняя неудовлетворенность самим собой то есть как так я ошибся я же никогда не ошибался да вот я например иду в лесу я знаю что если там грибочки белошапочники как-то так что-то с белыми а белые грибы не вот если типа у них белый цвет там в одной стороне то там значит север если в другой то там если там коричневый то значит это там юг либо еще что-то вот что-то такое я в грибах не разбираюсь но вот здесь что-то такое мне показывает то есть здесь вот прям очень слишком сильные требования вот и поэтому а хочется а хочется помните да я говорила любовь и сердце и ум а хочется как-то вот быть по любви да доверяется то есть рискнуть вот прям очень хочется иногда давай я рискну но боитесь либо если рискуете все равно вас это приводит какой-то неудачи и вы эту неудачу воспринимаете что вот блин все больше я не буду доверять сердцу не буду доверять своему уму это из негативных моментов позитивные моменты которые вы боитесь да которые мешают вам пойти новое духовное одессе 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 это по-гречески одессе вот и приятный сюрприз вот вы смотрите непредсказуемость то что я говорила а для вас это прям ну играет большую роль да вы не любите поэтому боитесь чего приятный сюрприз приятный сюрприз почему вы боитесь сюрпризов потому что сюрприз то может быть приятный но он может быть приятным для другого человека то есть опять таки если мы говорим допустим о подарках склоняюсь к тому что вы человек который скажет что давай я тебе заранее скажу чтобы мне купить и ты мне это купишь либо дай мне лучше деньги я сам либо сама куплю тот подарок который мне нужно Вы не очень-то любите сюрпризов. Опять-таки, неважно, приятный, неприятный, потому что теряете контроль. Даже если, опять-таки, это какой-то приятный, вы, не знаю, можете как-то растеряться, включить как-то свои эмоции. Вам от этого может быть дискомфортно. И вот про духовную Одиссею, да, с чем это связано. Боитесь, вот именно момент, вот это доверие, о котором я говорила, да, довериться и пойти как-то... Здесь так интересно, здесь если есть какая-то духовность, то она должна быть какая-то понятная. То есть, какие-то вот практики погружения, непонятно во что и непонятно, с чем я там столкнусь, вот вы туда не пойдете. То есть, здесь духовность, она должна быть какая-то вот конкретная. Не знаю, может быть, это как-то, допустим, связано с изучением каких-то, может быть, языков, может быть, мертвых языков, да, либо что-то, то, что вы изучаете, но это то, что подлежит какой-то, какому-то логическому объяснению. То есть, какие-то там неопознанные объекты, если, либо там какие-то иллюзии, если это невозможно объяснить головой, вы в это не пойдете. Поэтому здесь вот, какие приятные моменты вас не пускает, вот этот момент доверия. Почему? Что здесь с этим доверием, да? Двойка кубков. Ну, смотрите, здесь как раз-таки то, что я изначально и говорила, по аркану, по карте, да, голова и сердце. Здесь вот как будто бы нет внутреннего единения, да, вот вы не можете найти успокоения внутри себя, нет гармонии, баланса. Вот еще одна двойка. Очень много неуверенности. Вы баланс не можете найти. Вам надо, знаете, вот ваш такой склад ума, что либо так, либо так. Не могу я найти золотую середину. Ну, что здесь, спрашиваешь, все-таки связанное с доверием, выпадает Паш Пентакли. Вы как будто бы не совсем понимаете ценность себя. Поэтому вы выбираете опираться на логику, она понятная. И чисто логически можете себе объяснить что-то. То есть, допустим, ты меня любишь, почему? Потому что я тебя кормлю, да. Я приготовлю обед, либо я ухаживаю за домом, и я понимаю, поэтому ты меня любишь. Ты меня любишь, потому что я хорошая жена, я хорошая хозяйка. Если вам кто-то придет и скажет, что я тебя люблю просто так, вот просто ты есть, и я тебя люблю. Вы это не будете принимать, потому что вам не совсем понятно, как это. То есть, любить надо за что-то. Причина следственной связи, да. То есть, у вас вот компьютерная программа говорит, нажмешь на левую кнопку, получишь такой-то результат. Нажмешь на правую, получишь такой результат. У вас все должно переводиться как в компьютерной системе, да, 0.1, 0.1, 1.0. Вот такая система. Если будет звездочка, звездочки нету в моей программе. У меня есть либо 0, либо 1, то есть, либо так, либо так. Здесь вы не понимаете, не осознаете свою собственную ценность. В чем ваша ценность? Ваша ценность как раз-таки именно в балансе, в шестерке пендаклей, в балансе именно взаимодействия с миром. Что даешь, что берешь. Потому что, да, безусловно, здесь есть какие-то логические объяснения, да, причина следственных связей. Но и одновременно присутствует все-таки своего рода такая духовная составляющая, которая говорит о том, что если ты, допустим, поможешь этому человеку, это не значит, что ты от него получишь какую-то обратку. То есть, если ты дал 5 рублей, ты получишь там на 5 рублей работу. Нет, ты можешь получить откуда-то из другого источника. И вот это вот не совсем понятно, как это. То есть, мне понятно, когда я тебе дал там 3 рубля, купил полкило помидоров. Это мне понятно. А если я вдруг тебе дал 3 рубля, и мама там с работы, например, либо там папа, муж, не знаю кто, принес с работы 10 килограмм помидор, потому что ему подарили, это не совсем понятно. То есть, как тебе подарили? За что? Тебе может подарить только друг. Тебе может там подарить, я не знаю, там хозяин, либо там на работе, либо еще кто-то. Вот просто так прохожий не придет, не даст тебе 5 килограмм хороших помидоров. У тебя будет сразу возникать вопрос, где подвох? То есть, вы вот этот вот человек, что есть где-то подвох, понимаете? Здесь вот про это доверие. Хорошо, что еще вас останавливает от того, чтобы пойти в новое? Семерка кубков. Вопрос неопределенности выбора и рыцарь мечей. То есть, вам нужно что-то, чтобы было конкретное. Вот эта вот блуждающая такая, знаете, идея того, что дорога возникает, начинается под ногами идущего. Вам это не подходит девиз. Вам подойдет девиз, которым будет так. Я сделал шаг. Нет. Я выбрал сначала дорогу, да, а потом, ну, то есть, я куплю путевку, там, я не знаю, куда, на Мальдивы, например. И я понимаю, что я еду на Мальдивы. А понятие того, что я приеду в аэропорт и вот куплю первые попавшие билеты, куда он меня выведет, мне это не подходит. Потому что я четко должен знать, что я еду на Мальдивы. Я не могу попасть куда-нибудь там на Мадагаскар, да, либо в Сафтовкар. Нет. Мне надо четко и понятно. То есть, вам определенность просто жизненно необходима. Тройка жезлов, да, чтобы понять. То есть, я сначала сделаю выбор, а потом я шагаю, куда я иду. Ну, вот. Как-то так. Вам нужна конкретика. Вам нужна определенность. Вот, если этой определенности нет, четкости, то я не пойду. Причем не просто еще определенность, а я должен контролировать, да, и я не должен в своем выборе ошибиться. То есть, не почувствовать себя глупым человеком. Вот как-то так. Такой у меня был третий, да, третья позиция. Хотела сказать, третий расклад. Благодарю вас всех за внимание. Хочу пожелать вам отличной недели. Всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой второй канал, если считаете нужным, необходимым. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok